Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 26 декабря, продолжается новогодняя рождественская неделя и давайте посмотрим, что у нас на сегодняшний день на рынке мы можем отметить. По паре евро-доллара мы можем отметить то, что тенденция корректируется. В пятницу мы торговались ниже минимальной значения четверга, закрепили за этим уровнем и фактически возвращаемся к продажам в рамках часового таймфрейма по данной конкретной ситуации. Закрепление выше отметки 1.1876 вернет нас к покупкам по данной паре, а уход ниже отметки 1.1817 наоборот подтвердит начало нисходящего коррекционного движения по паре евро-доллар. Пара британский фунт и американский доллар продолжают торговаться в боковике, можно даже сказать сужаются в треугольнике, поэтому на текущий момент важные уровни, которые мы можем отметить, это максимальное и минимальное значение пятницы, отметка 1.3396 и 1.3345. Если британский фунт сможет закрепиться выше данных уровней, то мы вернемся уже к покупкам, к движению в сторону основного тренда с целями на 1.3470. В свою очередь, если британский фунт обновит минимальные значения и закрепится за отметкой 1.3345, то уже продолжение нисходящего тренда в данном случае будет обусловлено целями движения до 1.3300. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели на сегодня и на ближайшие несколько дней это закрепиться ниже отметки 1.2697 и далее пойти на 1.2639. Возврат к покупкам по данной паре мы сможем отслеживать после обновления максимальной значения пятницы, отметка 1.2795. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое восходящее движение, торгуются вблизи минимальной значения пятницы. Если паре американский доллар и японская иена удастся закрепиться ниже уровня 1.1324, то уже мы можем ожидать коррекционно нисходящее движение по данной паре. Если обновим максимум в области 1.1344, то подтверждаем дальнейший импульс на укрепление с целями до 1.1396. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение. Ближайшие цели это закрепиться выше отметки 77.20, далее пойти на 77.40. Ну а начало коррекционного движения мы сможем увидеть, если австралиец сможет закрепиться ниже отметки 76.98, минимум который был зафиксирован в пятницу. Еврофунт продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели это закрепиться выше максимум в пятницу и четверга, уйти выше отметки 88.86 и далее пойти на 89.00. Возврат к продажам по данной паре мы сможем отслеживать в том случае, если будем торговаться ниже отметки 88.34, минимум который был зафиксирован в пятницу и в среду. По золоту продолжение роста мы также видим. Следующие цели это движение в область 1.285 долларов за тройскую унцию, ну и далее уже на 1.300. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях пятницы, это отметка 1264 доллара за тройскую унцию. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление сохраняется. Нефть марки Brent также продолжает свой рост. Ближайшие цели это закрепиться выше отметки максимальных значений пятницы 65.42, уровень далее пойти на 66.42. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, также пятница отметка 64.53. По индексу DAX на текущий момент у нас торговля пока не ведется, она возобновится уже завтра. И по биткоину мы видим уже попытки восстановления после тех движений, которые мы видели в пятницу до отметки 10700. Сегодня мы торгуемся выше значений субботы. Максимальное значение в субботу было на отметке 14640 долларов за один биткоин, что в свою очередь нас на текущий момент возвращает к покупкам по данной паре с целями движения до отметки уже 20000 за один биткоин. Поэтому на текущий момент отслеживаем восстановление по данному инструменту. Ну а ближайший разворотный уровень находится на минимуме пятницы отметка 10769. Если биткоин сможет уйти ниже данного уровня, то уже вероятно продолжение коррекционного нисходящего движения по данному активу. Всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях. Всем спасибо за внимание. Хорошего торгового дня и увидимся завтра.